Одиноки ли мы? Или во Вселенной существует другая планета земного типа? Перед следующим поколением стоит невообразимая задача — отыскать планеты, похожие на дом. Мы стоим на пороге технологического прорыва. Он даст ответ на вопрос, которым человечество задается свыше двух тысяч лет. Возможно, вторая Земля в соседней Солнечной системе. Уже скоро мы сможем найти такие планеты, аномальные Земли под палящими светилами. Попадутся ли нам копии Земли среди миллиардов звезд и триллионов планет во Вселенной? Существует ли во Вселенной другая Земля? Эта мысль, вероятно, посещала людей с тех пор, как они обратили свой взор на звезды. Тогда люди собирались вокруг костров, смотрели на звезды и считали, что это костры соседних племен. И что это значит «другая Земля»? Она может стать домом для земных существ. В общей сложности для существования жизни нужны три вещи. Для проведения химических реакций необходима жидкая среда, и вода подходит на эту роль. Она распространена во Вселенной. Также нужны минимальные компоненты живого мира, молекулы, из которых построится жизнь. Нужен фосфор для ДНК. Нужен источник энергии. На планетах земной группы, как оказалось, есть вода. Там есть все необходимое. И каждой планете для поддержания земной жизни нужно быть углеродной копией Земли. Сравнить планеты можно с разными типами зданий, В городе, например, будут гигантские особняки и небольшие скромные дома с двумя спальнями, будут однокомнатные квартиры, небоскребы и так далее. Везде можно жить. Везде может существовать жизнь. Мы учитываем это, пока изучаем Вселенную. Мы ищем дома разных типов и помним, что необходимо для существования жизни. Астрономы обнаружили более 300 экзопланет, планет за пределами нашей Солнечной системы. Большая часть из них — газовые гиганты, которые явнее, чем небольшие планеты, к примеру, Земля. Чтобы создать инструменты для анализа планет земного типа, нужно заранее выяснить, какие вещества могут быть в их атмосфере. Поэтому нужны теории и симуляции. Виктория Мэддлс занимается моделированием планет. Она возглавляет лабораторию моделирования планет в Вашингтонском университете. Группа ученых со всей страны создает миры, возможно, существующие в неизведанных участках космоса. Эта лаборатория позволяет смоделировать, как планеты будут выглядеть из космоса, какой окружающей средой обладать, и все это прежде, чем саму планету отыщут во Вселенной. Мы узнаем, что из себя представляет планета. В данной лаборатории фантастические миры словно выходят из-под пера фантаста и его соавтора — суперкомпьютера. Мы можем взять планету, похожую на Землю, а Солнце рядом с ней заменить звездой с другими размерами и температурой. В лаборатории моделирования планет мы берем планеты земного типа и приставляем их к звезде, у которой выше температура и сильнее ультрафиолетовая радиация, чем у Солнца. Альтернативы Земле все получаются экстравагантными, с растениями ярко-красного, оранжевого и даже черного цвета. Процесс фотосинтеза варьируется в зависимости от цвета родительской звезды. Под звездой класса F, цвет которой значительно голубее, растения будут впитывать больше голубого света. Впоследствии они начнут отражать красный, оранжевый и желтый цвет. Их расцветка будет красный, оранжевый и желтый. Растения на планетах под слабыми звездами будут менять свою окраску, чтобы использовать всю доступную энергию. Если вспомнить звезды холоднее, чем наше Солнце, например, класса M, то там растения будут черными, чтобы впитать максимальное количество света для фотосинтеза и питания. Или возьмем планету с водной поверхностью. Теоретическая Земля у слабой звезды класса M и ее постоянными выбросами смертельной радиации. Как можно обижать водную поверхность? Возможно ли развитие жизни под взрывающейся звездой? Можно спрятаться под 9 метрами водяной толщи, избежать самую опасную часть вспышек, и при этом иметь достаточно света для фотосинтеза и выживания. Тут все в порядке. Пока подготавливаются будущие исследовательские миссии, ученые сосредоточились на том, как обнаружить следы жизни на далекой планете. Существа производят газы и заметный запах. Эти газы мы будем искать при помощи спектрометров высокого разрешения. Мы проанализируем свет, отражающийся от планеты земного типа, чтобы выяснить химический состав ее атмосферы. Обнаружение планет — конек Джоффа Марси, астронома из Университета Беркли. Он и его коллега Пол Батлер открыли больше экзопланет, чем кто-либо еще. Чем дальше планета от родительской звезды, тем она холоднее. Существует так называемая зона Златовласки, или обитаемая зона, где температура — то, что надо. Или, если точнее, достаточно теплая, чтобы вода сохраняла жидкую форму. Без жидкой воды не появится жизнь. Когда при взгляде на другую планету интересуются, есть ли там жизнь, я спрашиваю, а сможет ли там быть жидкая вода? Да, уже интересно. Нет, неинтересно. В общем, покажите мне воду. Вода — это удивительная субстанция. Нам, честно говоря, повезло, что во Вселенной существует вода. Это огромный космический миксер. Именно благодаря воде происходят химические реакции, лежащие в основе всех живых организмов. Но зона, где есть условия для содержания воды, везде разная. Если у звезды класс О, то эта зона далеко отсветила. А если класс М, то зона будет ближе. Границы зоны меняются со временем. Звезды нестабильны. Даже обитаемая зона на Земле через несколько миллионов лет изменится, когда Солнце станет старше и горячее. Нынешние технологии не позволяют делать снимки экзопланет. Поэтому для астрономов заменителем планеты выступает звезда, поскольку они произошли от одного протопланетного диска. Откуда мы знаем состав звезды? Нельзя просто взять образец, тогда аппарат расплавится. Астроном Уэст Рауп бросил все силы в лаборатории реактивного движения в НАСА для изобретения нового поколения инструментов, осматривающих планеты вне Солнечной системы. Мы смотрим на нее и разбиваем отраженный свет на разные цвета. Подобный эксперимент уже ставил Ньютон. Он обнаружил, что луч света, проходя через призму, распадается на лучи красного, зеленого и голубого цветов. Ты смотришь на эти разные цвета и натыкаешься на нечто поразительное. Вот здесь других цветов нет. И эта пропажа указывает на один из элементов изучаемого светила. С нынешними технологиями нельзя напрямую увидеть спектр планет другой Солнечной системы. Но однажды более мощные приспособления при помощи данного метода позволят нам обнаружить следы жизни. Если разделить свет с нужной нам планеты при помощи призмы, тогда выяснится, из чего создана планета. Так мы определяем, есть ли на планете кислород, как у нас в атмосфере, испаряется ли у них вода, есть ли там озон, углекислый газ и оксид азота. Но со временем во Вселенной все меняется. Четыре с половиной миллиарда лет назад на первозданной Земле была иная атмосфера. С этой проблемой сталкиваются Мэддлс и ее коллеги при моделировании планет земного типа. Очень недальновидно искать лишь планеты с кислородом и на такой же стадии развития. Грубо говоря, планеты, пригодные для жизни, могут разительно отличаться. Диаметрально. А если мы найдем вторую Землю, будет ли там разумная цивилизация, готовая идти на контакт? Какое число разумных цивилизаций существует на сестрах Земли? Что входит в эти расчеты? Сколько всего звезд? У скольких есть планеты? На скольких планетах есть жидкая вода? И так далее. Этот вопрос астрономы Карл Сеган и Фрэнк Дрейк решали долгие годы. Дрейк вывел уравнение, согласно которому лишь на Млечном Пути проживает миллион цивилизаций. Уравнение Дрейка — это последовательность чисел, коэффициентов, сочетание которых дает нам приблизительно оценить, как много возникло разумных цивилизаций. Питер Уорд, профессор биологии и геологии в Вашингтонском университете, полагает, что уравнение Дрейка преувеличивает число развитых цивилизаций, раскиданных по планетам земного типа. Книга Уорда и профессора астрономии Дона Браунгли «Уникальная Земля» объясняет, почему сложные формы жизни, к примеру, люди, редко встречаются во Вселенной. Нам показалось, что уравнение упрощено, что учтено не все. Уорд приводит примеры факторов, которые снизят предварительное число сложных форм жизни, проживающих на Млечном Пути, и, как следствие, во Вселенной. Во-первых, тектоника плит. Это континентальный сдвиг. Логичный вопрос, а как связаны тектоника плит и распространение жизни? Тектоника плит отвечает за переработку веществ, а переработка очень важный инструмент. Благодаря ей происходит терморегуляция, она служит термостатом. При перегреве движение плит остудит планету. Важно и наличие металлов. Во-вторых, чтобы быть разумной цивилизацией, желательно иметь металлы. На таких планетах, как Марс и Венера, найти их тяжело. Из-за смещения плит появляются трещины в коре. Выходят тяжелые металлы. Что еще нужно? Надежный Юпитер. Газовый гигант, такой как Юпитер, с огромной силой притяжения и на окраине Солнечной системы защищает возможные копии Земли от частых катастрофических столкновений. Юпитеры притягивают к себе астероиды и кометы, удаляя их с намеченного пути, позволяя Земле существовать без постоянных столкновений. Именно Юпитеры, защитники, дают организмам эволюционировать без падения метеоритов, которые становятся причиной массовых вымираний. Вспомним динозавров. 65 миллионов лет назад на Землю упал астероид и уничтожил большую часть динозавров. Юпитер не справился со своей задачей и динозавры погибли. Уволить бы его, негодяй Юпитер, он пропустил всего один астероид, но его было достаточно. Комета Шумейкера-Леви столкнулась с Юпитером в конце прошлого века. Вот чем занимается Юпитер. Надежный Юпитер — это хорошее подспорье. Он достоин быть в уравнении. Вспоминая обитаемость планет, ученые особо настаивают на том, чтобы искать планеты в обитаемых зонах около звезд. Но Уорд и его коллеги уверены, положение планеты внутри Большой Галактики тоже важно. Поэтому мы выделили так называемую галактическую обитаемую зону. Неблизкий участок, но и недалекий. И золотая середина в нашей галактике — это зона Золотовласки. Они выделили девять факторов, существенных для галактической обитаемой зоны. Во-первых, учитывается позиция в галактике. Вдали от нейтронных звезд-убийц, черных дыр и вспышек гамма-излучений. Они включили и процент звезд, окруженных планетами, и число планет с микробной жизнью. Они даже посчитали, сколько раз на планете могут исчезнуть живые организмы. Земля едва избежала этой участи в 1998 году. На звезде высокой плотности или магнитаре произошла вспышка гамма-излучения. И в две десятых секунды выбросилось столько энергии, сколько Солнце выдаст лишь за 100 тысяч лет. К счастью, магнитар находился в 20 тысячах световых лет от Земли. Вполне закономерный вопрос. А случись такая вспышка на магнитаре не за 20 тысяч световых лет, а за 10? А если что-то произойдет в радиусе пары сотен световых лет? В таком случае, согласно подсчетам, наша атмосфера пропадет в мгновение ока. Буквально. И сразу крик. Я не могу дышать. Это страшно и более чем вероятно. Возможно, люди просто счастливое космическое совпадение. оптимистичные прогнозы уравнения Дрейка расходятся с тем, что астрономы узнали за последние годы. Уравнение Дрейка стало удивительной идеей, но появилось оно в 60-х. Теперь мы знаем больше. Мы добавили то, о чем не знали тогда. И уравнение стало гораздо точнее. И число заметно снизилось. И миллион цивилизаций не укладывается в сегодняшнее представление. Сколько подобий Земли с развитыми цивилизациями, по его мнению, находятся на Млечном Пути? Меня часто об этом спрашивали. А я отвечал, одна уже есть. Но мне кажется, их больше. Больше, чем одна, но меньше, чем миллион. Контакт с внеземной цивилизацией случится раньше, если астрономы сосредоточатся на поиске других планет земного типа. Но такие поиски предъявляют серьезные технические требования. В отличие от уже систематизированных звезд, планеты не даются нынешним технологиям. Планета за несколько световых лет от нас всегда расположена над солнечным диском, если смотреть из нашей системы. И что еще хуже, планеты земного типа, подчас в разы больше Земли, отражают бесконечно малое количество света от звезды. Вот яркая звезда. Планета в 9 миллиардов раз бледнее. Разницу в 10 миллиардов раз вообразить трудно. Многие приводят такое сравнение. Предположим, есть крошечный светлячок со слабым огоньком. Он вращается, точнее, летает вокруг маяка. И этого светлячка рядом с маяком надо увидеть с расстояния 5000 километров. Примерно так. Предположим, что вы разглядели эту кроху через всю страну и что вы определили, чем светлячок дышит, изучив вдыхаемый им газ. С такими трудностями столкнется астроном, которому сначала предстоит найти планету, а потом размышлять, какая на ней атмосфера. Но для поиска экзопланет придумали обходные пути. Если вот эта яркая звезда, а эта планета, и она загородила звезду, то звезда весьма заметно потемнеет. Это транзитный метод обнаружения планет, зависящий от прохождения планеты на фоне звезды из другой системы. По количеству света, который она перекрывает, легко выяснить ее размеры. Мы узнаем, крокотная ли эта планета, как Меркурий, или сопоставимый с Землей, или же это газовый гигант, как Юпитер. По периоду вращения и температуре звезды мы выясняем, обитаемая ли там зона. Период вращения — это время, за которое планета облетает вокруг звезды. Через год она начнет свое вращение вновь. В совокупности с данными о температуре и размерах звезды, ученые более точно определят, входит ли планета в обитаемую зону. Транзитный метод годен, когда наблюдатель или телескоп находятся в одной плоскости со звездой и планетами. Но если вы выше или ниже, на помощь придет метод радиальных скоростей. Этот метод базируется на тщательных наблюдениях за звездой. Ученые следят, пытается ли незаметная экзопланета притянуть ее. Благодаря этим сведениям астрономы определяют, как экзопланета затрагивает звезду. Вооруженные этими методами астрономы встречают планеты, о которых и не мечтали учебники астрономии. Супер-Земли, горячие Юпитеры и даже близкие родичи нашей Земли. В процессе поиска планет среди миллиардов звезд астрономы обнаружили связь между химическим составом звезды и вероятностью того, что рядом есть планета земного типа. Звезды с тяжелыми элементами, с железом, никелем и кремнием, владеют ими неспроста. Такие звезды возникли из коллапса молекулярных облаков в галактике Млечного пути. После коллапса остается часть газа, которая сгущается и становится планетой. Очевидно, что из звезд с тяжелыми элементами появятся также планеты с теми же тяжелыми элементами. Процент тяжелых элементов в звезде называют металличностью. Но слово металлы употребляется не в привычном смысле. Для астрономов металлом служит любой элемент тяжелее водорода и гелия. В таком случае литий будет металлом и серо, и хлор, а не только железо, золото и серебро. Экзопланете земного типа нужны не только тяжелые элементы и место в обитаемой зоне. Ей нужен подходящий размер для удержания жизни. это значит, что там может существовать атмосфера, тектоника плит и вулканы, жизненно важные для терморегуляции планеты. Чтобы соответствовать этим критериям, планета должна обладать минимум третью массой Земли. Но с другой стороны, обитаемая планета может быть тяжелее Земли максимум в 10 раз. Само существование экзопланет подтвердилось практически в прошлом десятилетии. Чуть больше 10 лет назад мы не знали ни о каких экзопланетах. Мы знали лишь о планетах вокруг нашего Солнца. А теперь мы видим планеты у других звезд. И что самое интересное, они могут быть пригодными для жизни и вполне вероятно обладать жизнью. из сотен обнаруженных экзопланет некоторые отличаются по устройству от нашей Солнечной системы. Были непонятные Юпитеры, пролетающие слишком близко со звездой. У них нестерпимо высокая температура, и Юпитеры без сомнений слишком близко приблизились к звезде. Порой возникновение планет размером с Юпитер тревожный знак для ближайших планет земного типа. А если бы у нас по несчастливой случайности возник такой же Юпитер, Земля бы вылетела с орбиты в огромную ледяную тьму внешнего космоса, и со временем она бы превратилась в холодную глыбу. Уже обнаружено свыше трехсот экзопланет, и это еще не предел. Большинство из них монструозные газовые гиганты, которые с малой вероятностью принадлежат к земному типу. В созвездии Пегаса за 50 световых лет от Земли расположена планета 51 Пегаса В. Первая планета, обнаруженная за пределами Солнечной системы. Газовый гигант, как и Юпитер, но ближе к родительской звезде. Он облетает Солнце всего за четыре дня. Планета 70 Девы Б удалена на 60 световых лет. Она в 7,5 раз тяжелее Юпитера. По первым впечатлениям, она находилась в обитаемой зоне, и ее называли Златовласка. Позднее подсчеты дали понять, что у планеты вытянутая орбита, проходящая в 40 миллионах километров от звезды. Это чертовски жарко, обитать на ней невозможно. Газовый гигант Трейс-4 с диаметром в полтора раза больше, чем у Юпитера. Это крупнейшая обнаруженная планета. За 1400 световых лет до Земли. Но даже будучи больше, в нем лишь три четверти массы Юпитера. Это горячий Юпитер. звезду он облетает за три с половиной дня. Астрономам пока не удалось найти планеты земного типа вне нашей системы, потому что им трудно выделить такие относительно малые скалистые планеты, как Земля. Не существует технологий. Астрономам все чаще попадаются супер-Земли. Мы способны открывать планеты, попадающие в обитаемую зону вокруг звезд. Классический пример планеты Глизе 581C. Система Глизе 581 вращается в созвездии Лиры за 20,5 световых лет от Земли. Эта планета в 5 раз тяжелее Земли. Некоторые считали, что это первая планета земного типа в обитаемой зоне звезды. Но они ошиблись. У нее, так сказать, противоположные свойства. И это скорее не супер-Земля, а супер-Венера. Она тоже на жаркой стороне, с температурами, доходящими до 600 градусов. И она тяжелее Венеры. Но у Глизы 581 есть более удаленный и прохладный родственник. Глиза 581 Ди. Эта планета расположена на дальнем конце обитаемой зоны, в холоде. На первый взгляд эта планета кажется даже слишком холодной, но на ней возможно достаточно парниковых газов и она сохраняет тепло. Другая многообещающая планета HD 69830D. Огромная планета, в 17 раз больше Земли. Находится в созвездии Карма за 42 световых года от нашей системы. HD HD 69830D такая планета, на которой может зародиться жизнь, потому что у нее подходящая температура. Ее температура где-то между Венерой и Землей. У нее круглая орбита, а значит, она не перегреется от близкого прохождения к звезде. Возможно, наличие жидкой воды, разве что масса неудачная. 17 раз больше земной. Либо это один круглый камушек, либо шар газа, как наш Нептун. Когда НАСА способно будет отправлять аппараты на поиски планет, астрономы увидят спектр, а следовательно получат информацию о составе планет. Возможно, они даже определят, есть ли там твердая поверхность, или это водный мир, или нечто совершенно иное. Поиски планет земного типа увели астрономов за многие световые годы от дома. А если сестра Земли скрылась в нашей Солнечной системе? Пока астрономы вглядываются в далекие системы в надежде отыскать второй голубой шарик, возможно копии Земли совсем близко. Представьте нашу Солнечную систему 3,5 миллиарда лет назад. Вы бы заметили два голубых шарика. На Земле вода, плотная атмосфера с углекислым газом, тепло, жизнь. Немного передвинемся и видим Марс, вода на поверхности, плотная атмосфера с углекислым газом, тепло, возможно и есть жизнь. Началось развитие двух планет. Земля заселяется, а Марс нет. И Марс и Венера стоят на краях зоны златовласки. И обе планеты не смогли стать Землей. Если не получилось один раз, второй раз точно не получится. Марс пример того, что нужно для длительного существования жизни. Мы считаем, что нужно быть большим. Чтобы стать домом для живых существ, нужно быть больше. А Марс очень мал. Он не смог перерабатывать элементы, атмосфера там не задержалась. Размер все-таки очень важен. И если на Марсе низкая температура, то на Венере другом кандидате в земле. Обратная проблема. Там жарко. Она была слишком близко к звезде, к солнцу. Венера разогрелась и не остыла. Весь углекислый газ и так далее возник на земле и на Венере. Но на земле это часть горных пород. на Венере он оставался в атмосфере, а атмосфера это гораздо худшее глобального потепления. Солнце встает и не заходит. Планета словно оказалась внутри печи. Венера появилась не в том месте. Марс появился другого размера. Удивительная картина. Венера, Земля и Марс. Венера появилась не там, Марс появился не таким, только у Земли были верное место и размеры. Если в нашей системе нет подходящих кандидатов на роль Земли, у нашего галактического соседа Альфа Центавры и затаилась планета земного типа. Четыре световых года это все равно, что соседний дом. Есть большая вероятность того, что планеты земного типа вращаются вокруг светил в системе Альфа Центавра. Астроном Грег Лафлин провел симуляции, чтобы подтвердить наличие таких планет в Альфа Центавра. Планеты земного типа лучше искать там по нескольким причинам. Альфа Центавра близко. Там две родительские звезды. Там огромное количество тяжелых элементов, отправленных на формирование планет. Далеко ли система Альфа Центавра? Для начала уменьшим наше Солнце до размеров песчинки. Это самый маленький объект, видимый невооруженным взглядом, который также можно пощупать пальцами. И представьте, Солнце размером с песчинку. Альфа Центавра это три песчинки сверху на расстоянии восьми километров. Если бы нам хотелось отыскать такую же удачную систему, как Альфа Центавра, нам пришлось бы искать ее за пределами прямой видимости. И в Альфа Центавра множество необработанных материалов, из которых создаются планеты. У Альфа Центавра большая металличность, чем у нашего Солнца. Получается, формирование планет прошло в той системе относительно просто. А еще в системе Альфа Центавра есть плюс в виде второй звезды. Судя по первым данным, в Альфа Центаврах нет планет с массой Юпитера. Тогда планетам земного типа теперь гораздо проще сформироваться вокруг одной или же обеих звезд. Газовые гиганты формируются вокруг ледяного ядра по размерам сопоставимым с Землей. Чтобы ядро появилось, нужно холодное пространство. Вспомните, как далеко от Солнца Юпитер. А когда в системе два Солнца с пересекающимися орбитами, то не найдется столько холодного места, чтобы возникли газовые гиганты. Нам хочется верить, что планеты в системе Альфа-Центавра похожи на Землю, Венеру или Марс. Они не газовые гиганты, как Юпитер и Сатурн. А если бы мы могли подсчитать, сколько земель в нашей части Вселенной? Если бы мы могли вглядеться в атмосферу удаленной планеты? Чтобы найти подобие Земли, астрономам необходимо преодолеть серьезное технологическое отставание. К этой проблеме НАСА относится так же серьезно, как и к полету на Луну, и их планы растянулись на десятилетия. Первой программой по поиску экзопланет стал Кеплер, полетевший в 2009-м. Исследовательский проект НАСА назван в честь астронома 17-го века Иогана Кеплера, открывшего законы планетарного движения. Задача Кеплера удивительно проста и невообразимо важна. Даже плакать хочется. Кеплер — это телескоп, находящийся на спутнике. Он будет изучать созвездия Лебедя и Лиры, делать фотографии одну за другой и искать звезды, свет которых загородили планеты земного типа. Люди впервые смогут обнаружить планеты земного типа вокруг звезд. Главный исследователь эксперимента Кеплер — Уильям Баруки. Он 25 лет боролся за этот запуск. Кеплер — это космический аппарат с огромным телескопом на борту. С видеокамерой, если точнее. Он снимает звезды и пересылает снимки нам. Эта программа — относительно малый проект по сбору данных, которые повернут в одну точку на 3,5 года. Результатом работы Кеплера станет статистика. Грубо говоря, это подсчет популяций. Будет известно, сколько у нас небольших планет, а сколько крупных. По этим сведениям станет очевидно, что придется создать для следующих программ по поиску планет. Кеплер — это лишь один шаг вперед. Он ищет копии Земли и отмечает их распространенность. Если они широко распространены, хватит и скромных приспособлений. Если Земель обнаружится мало, прежде чем искать новую планету, придется побороздить космос. для этого нужны более крупные и дорогие инструменты. Самый завораживающий и удивительный телескоп, созданный человечеством, — детектор планет земного типа. Это невероятный космический телескоп, на создание которого уйдут миллиарды долларов. Но его цель поистине уникальна. Этот телескоп первым будет делать снимки планет земного типа. Для того, чтобы напрямую видеть экзопланету, разработали новую технологию. Чтобы построить детектор наблюдающей планеты, которые закрывают свет родительских звезд, нужна совершенно новая оптическая технология. В наличии таких пока нет. Наше замешательство понятно. Мы смутно представляем, как находить планеты, но не знаем, как собрать для этого оптику. NASA представляет детектор в виде комбинации двух разных, но взаимодействующих передовых телескопов. Во-первых, коронограф видимого света состоит из крупного оптического телескопа с зеркалом. Он как минимум в сто раз точнее телескопа телескопа. Коронограф — это телескоп, который собирает свет звезды и фокусирует его в задней части, как и обычный телескоп. Но мы заблокируем свет звезды, чтобы проходил только свет от планеты. Таким образом пропадает рассеянный свет, и теперь можно разглядеть планету в 10 миллионов раз бледнее родительской звезды. Вторым аппаратом детектора станет интерферометр. Принцип действия интерферометра прост. Он собирает свет при помощи двух и более телескопов. И полученный результат можно выстроить таким образом, что свет звезды исчезает. Это хорошо тем, что можно видеть соседнюю со звездой планету, причем ее свет не пропадает. Это магия интерферометра. Чтобы этого достичь, необходимо отточить новые высоты в точности в технологиях контроля и управления. Их появление займет несколько лет. поиски святого Грааля астрономии, подобие звезды в нашей Солнечной системе заставляют ученых строить теории о том, как подобное открытие затронет нас. Если мы обнаружим другую Землю, наше открытие сильно повлияет на общество. знание того, что мы не одни, что наша планета лишь одна из обитаемых, вызовет изменения в мышлении людей. Но есть вероятность того, что мы уникальны в этой Вселенной, и что мы отыщем планеты земного типа без разумных существ. Есть и другая отрезвляющая мысль. Вполне возможно, что люди случайность на древе эволюции. Ответвление это произошло в восточно-африканской саванне 2 миллиона лет назад, и гоминиды заняли практически уникальную нишу, чего не происходило на Земле 4,5 миллиарда лет. Вполне возможно, что люди необычайная редкость для Млечного Пути. Возможно, нашему виду предназначено исследовать галактику Млечного Пути и стать первыми такими исследователями. Одиноки ли мы? Или во Вселенной существует другая планета земного типа? Перед следующим поколением стоит невообразимая задача отыскать планеты, похожие на дом. Мы стоим на пороге технологического прорыва. Он даст ответ на вопрос, которым человечество задается свыше 2000 лет. Возможно, вторая Земля в соседней Солнечной системе. Уже скоро мы сможем найти такие планеты. Аномальные земли под палящими светилами. попадутся ли нам копии Земли среди миллиардов звезд и триллионов планет во Вселенной? Смоделировать, как планеты будут выглядеть из космоса, какой окружающей средой обладать, и все это прежде, чем саму планету отыщут во Вселенной. Мы узнаем, что из себя представляет планета. В данной лаборатории фантастические миры словно выходят из-под пера фантаста и его соавтора суперкомпьютера. Мы можем взять планету, похожую на Землю, а Солнце рядом с ней заменить звездой с другими размерами и температурой. В лаборатории моделирования планет мы берем планеты земного типа и приставляем их к звезде, у которой выше температуры и сильнее ультрафиолетовая радиация, чем у Солнца. Альтернативы Земле получаются экстравагантными с растениями ярко-красного аравомира, молекулы, из которых построится жизнь. Нужен фосфор для ДНК. Нужен источник энергии. На планетах земной группы, как оказалось, есть вода. Там есть все необходимое. И не каждой планете для поддержания земной жизни нужно быть углеродной копией Земли. Сравнить планеты можно с разными типами зданий. В городе, например, будут гигантские особняки и небольшие скромные дома с двумя спальнями, будут однокомнатные квартиры, небоскребы и так далее. Везде можно жить. Везде может существовать жизнь. Мы учитываем это, пока изучаем Вселенную. мы ищем дома разных типов и помним, что необходимо для существования жизни. Существует ли во Вселенной другая Земля? Эта мысль, вероятно, посещала людей с тех пор, как они обратили свой взор на звезды. Тогда люди собирались вокруг костров, смотрели на звезды и считали, что это костры соседних племен. И что это значит другая Земля? Она может стать домом для земных существ. В общей сложности для существования жизни нужны три вещи. Для проведения химических реакций необходима жидкая среда, и вода подходит на эту роль. Она распространена во Вселенной. Также нужны минимальные компоненты живого. Астрономы обнаружили более трехсот экзопланет, планет за пределами нашей Солнечной системы. Большая часть из них газовые гиганты, которые явнее, чем небольшие планеты, к примеру, Земля. Чтобы создать инструменты для анализа планет земного типа, нужно заранее выяснить, какие вещества могут быть в их атмосфере. Поэтому нужны теории и симуляции. Виктория Мэддлз занимается моделированием планет. Она возглавляет лабораторию моделирования планет в Вашингтонском университете. Группа ученых со всей страны создает миры, возможно, существующие в неизведанных участках космоса. Эта лаборатория позволяет создать